Психологический практикум. Содержание видеофильма. Первое. Общая характеристика психологического исследования. Второе. Основные методы получения эмпирических данных. Третье. Общее представление о психометрии. Четвертое. Основные способы обработки и представления данных. Психологический практикум и его связи с другими дисциплинами. Психологический практикум. Раздел психологии, предназначенный для вооружения студентов основными теоретическими знаниями методологии и методики психологического исследования, практическими умениями и навыками изучения психологических проблем. Основной задачей психологического практикума является обучение студентов применению различных методов и специализированных методик в практике психологического исследования, а также формирование навыков разработки программы и проведения исследования. Учебная дисциплина психологический практикум занимает одно из ключевых мест в подготовке специалистов-психологов. Успешность изучения курса базируется на знаниях общей и социальной психологии, психофизиологии, психодиагностики, экспериментальной психологии и математических методов психологии. Психологический практикум предполагает организацию и проведение студентами, индивидуальной или в составе творческой группы, самостоятельного экспериментального исследования психологической проблемы. Наблюдаемые практиками явления случайны и ситуационны, а потому требуют обобщения, систематизации. Сведение отдельных явлений в систему есть не что иное, как разработка теории, поэтому специалиста, занимающегося этим, условно назовем теоретиком. Задача теоретика – трансформировать случайные представления практиков о явлениях реальности в не случайные. Следует выделить и взаимоотношения теоретиков конкретных наук с философами. Философы занимаются интеграцией всех знаний о существующей реальности и создают всеобщую картину мира. Социально-культурная ценность познания и иные предпосылки могут привести теоретика не только к анализу деятельности практика, но к учету и руководству философской теории. В связи с необходимостью получения новых знаний появляется особый вид поиска – экспериментальный. Возникает новое лицо – экспериментатор. Экспериментатор либо целенаправленно ждет нового эмпирического материала, либо создает ситуацию, либо строит объект, на котором можно воспроизвести то явление, которое предполагается теорией. Анализ диссертационных работ по психологии показывает, что большинство из них строится на экспериментальном исследовании. Поэтому делить ученых-психологов на теоретиков и экспериментаторов у нас нет оснований. Назовем их общим термином – исследователи. Итак, нами выделены основные субъекты процесса познания – практик, теоретик, философ, экспериментатор. На основании рассмотренной динамики взаимодействия субъектов познавательного процесса и характера, циркулирующей между ними информацией – научной или эмпирической – можно выделить следующие основные подсистемы исследовательской деятельности психолога – психология и научная информация. Необходимость успешной исследовательской деятельности вызывает потребность в информационном обмене с теоретиками других областей научного знания. Поэтому для того, чтобы соответствовать современному уровню знаний о методах и средствах исследования, психолог-теоретик должен знакомиться с опытом теоретиков других наук. Такой обмен научными знаниями должен быть взаимным. Не только психология обогащается во взаимодействии с другими науками, но и другие науки заимствуют опыт у психологии. Например, если в начале нашего века методы факторного анализа были созданы для решения проблем психологии, то теперь становится все более очевидной универсальность этих методов. Сейчас можно назвать сотни работ, сообщающих о применении факторного анализа для исследований в области экономики, социологии, биологии, медицины, геологии и других наук. Выделение функциональных подсистем позволяет нам по-новому взглянуть на совокупность методов психолого-исследователя. На ряду с традиционно рассматриваемыми методами психологического исследования, наблюдением, анализом документов, опросом, беседой, анализом деятельности, экспериментом, мы выделяем и методы научной информации, поиск, хранение и переработка данных, внедрение практических рекомендаций. Каждое психологическое исследование содержит три типа моделей – концептуальную, процедурную и эмпирическую. Концептуальная модель КМ – целостная система понятий, категорий, принципов и законов конкретной науки, раскрывающая сущность данного явления или процесса. Процедурная модель ПМ – целостная система правил, алгоритмов, методик и методов конкретной науки, позволяющие исследовать данное явление или процесс и управлять им. Процедурные модели могут быть двух типов. Первое. Процедурная модель исследования ПМИ – система правил, алгоритмов, методик и методов сбора, обработки и интерпретации эмпирической информации. Второе. Процедурная модель управления ПМУ – система правил, алгоритмов, методик и методов управления, формирования, регуляции и саморегуляции. Эмпирическая модель ЭМ – целостная система качественных и количественных характеристик данного явления или процесса, позволяющая его описывать и объяснять. Взаимосвязь исследовательских моделей между собой в конкретных пространственно-временных рамках хорошо видна в координатах теория, эксперимент, практика. Естественно, что основой развития психологии являются концептуальные модели. На них строятся процедурные и эмпирические, поэтому задержка в разработке концептуальных, содержательных моделей сразу же сказывается на эффективности психологических исследований. В ходе психологического исследования регистрируются различные факты, качественные и количественные характеристики психологических явлений. Все это составляет эмпирическую модель или, в более широком смысле, информационную базу исследований. Исследования включают в себя ряд этапов. Постановка проблемы, выбор методов, проведение исследования, обработка и представление данных, интерпретация данных, внедрение полученных результатов в практику. Методологическую, методическую и организационную основу исследования составляет его программа. Представление о программе психологического исследования. Разработка программы психологического исследования, предваряя все другие этапы и процедуры, составляет их методологическую основу. Программа психологического исследования – документ, содержащие методологические, методические и организационные предпосылки научного поиска, основные цели и задачи исследования, обоснование методики сбора, обработки и анализа психологических данных. Основное назначение программы раскрывается через ее функции. Методологическая функция программы состоит в определении научной проблемы, для решения которой проводится психологическое исследование, в установлении системы его внешних связей, отношения к другим исследованиям по аналогичной проблематике. Она фиксирует исходное представление об изучаемом объекте, его первоначальное состояние, формирует общую цель и необходимые для ее достижения конкретные задачи исследования. Методическая функция программы содержит общий логический план, методический замысел, на основе которого осуществляется переход от теоретических положений к использованию методов измерения, регистрации и анализа психологических данных. Она упорядочивает методические средства и процедуры в соответствии с поставленными задачами и обеспечивает возможность сопоставления результатов разных исследований. Организационная функция программы заключается в интеграции деятельности членов исследовательской группы для решения поставленной проблемы в достижении рационального разделения труда. Программа служит основой планирования работ, контроля поэтапного хода психологического исследования. Исходным пунктом психологического исследования является проблемная ситуация, состояние объекта психологического исследования, характеризующаяся неустойчивостью, несоответствием его функционирования, потребностям дальнейшего развития, например, конфликтная ситуация в коллективе. Проблема исследования – форма научного отображения проблемной ситуации. Она, с одной стороны, выражает реальные объективные противоречия, вызывающие проблемную ситуацию, с другой указывает на противоречие между осознанием потребности в определенных практических действиях и незнанием средств и методов их реализации. Проблема формулируется как выражение необходимости изучения определенной области психологических явлений, разработки теории и практики, выявления причин, вызывающих противоречия, и их разрешения. Объект исследования – носитель проблемной ситуации, содержащая противоречия конкретной сферы деятельности, включенная в процесс научного познания. Выделение объекта осуществляется на основе анализа проблемы. Поскольку определенная проблема может проявляться на различных психологических уровнях, то при ее изучении возможно обращение к различным психическим явлениям. Предмет исследования – наиболее существенные свойства и отношения объекта, познание которых особенно важно для решения проблемы психологического исследования. Определение предмета зависит как от свойства объекта и характера поставленных проблем, так и от уровня научных знаний, наличных исследовательских средств, которыми располагает психолог. Предмет исследования формируется на основе анализа свойств и признаков объекта исследования, но не совпадает с ним. Один и тот же объект может изучаться для решения различных проблем и предполагать множество предметов исследования. Четкая формулировка цели – одно из важнейших методологических требований к программе психологического исследования. Цель исследования – модель ожидаемого конечного результата решения проблемы, который может быть достигнут только с помощью проведения исследования. Ориентация на поставленную в программе цель служит необходимым критерием эффективности предпринятых теоретических, методических и организационных процедур. Задачи исследования – конкретные требования, предъявляемые к анализу и решению сформулированной проблемы. Они носят инструментальный характер, служат средством реализации цели, указывают на потенциальные возможности ее достижения с помощью процедур исследования. Задачи раскрывают содержание предмета исследования, согласуются с гипотезами. Есть общие задачи, ориентированные на решение центральной проблемы исследования, и дополнительные, касающиеся отдельных аспектов проблемы, способов ее решения. Гипотеза исследования – научное предположение о структуре объекта, о характере и сущности связей между его элементами, о факторах, обусловливающих эти связи. Она является главным методологическим инструментом исследования. Гипотезы указывают на способ согласования факторов, составляющих проблемную ситуацию, выражают способ решения проблемы исследования и достижения его цели. Характер основных гипотез предполагает логику исследования. Все его последующие процедуры направлены на обоснование доказательства или опровержения гипотез. Основы организации и проведения психологического исследования Организационная деятельность в психологическом исследовании строится на основе управления всем ходом научно-исследовательских работ. Организация психологического исследования Единый научно-обоснованный комплекс мероприятий, поэтапное осуществление которых позволяет обеспечить координацию действий исследовательского коллектива эффективное и качественное выполнение поставленных задач. План научно-исследовательских работ Основной документ управления всеми процессами психологического исследования Он упорядочивает мероприятия в соответствии с программой, календарными сроками, материальными и кадровыми ресурсами, необходимыми для достижения конечной цели, а также включает временной сетевой график выполнения работ, определяет подбор, расстановку формы подготовки исполнителей, наделяет их ответственностью, распределяет ресурсы, устанавливает формы контроля за проведением работы. Сетевой график – документ планирования работы. С его помощью устанавливается последовательность и координация выполнения отдельных этапов, процедур, операций. Он строится в виде схемы графика, где отдельные процедуры, операции обозначаются цифрой в кружке, а их последовательность указывается линиями и стрелками. В ходе анализа сетевого графика выявляются критические пути, узкие места, формы возможной кооперации работы. Процедура – последовательность приемов и действий с использованием инструментария и технических средств для достижения определенной цели. Объектом процедур в психологическом исследовании являются единицы логического анализа, понятия, проблемы, гипотезы и т.п., изучаемые эмпирические признаки событий, фактов, методические инструментарии, организационные и технические средства. Этапы психологического исследования. Комплекс процедур, составляющих стадии реализации его целей и задач. Рассмотрим основные этапы психологического экспериментального исследования и кратко опишем их содержание. Первое. Любое исследование начинается с определения темы. Тема ограничивает область исследований, круг проблем, выбор предмета, объекта и методов. Второе. Этап работы с научной литературой. Исследователь должен ознакомиться с экспериментальными данными, полученными другими психологами и попытками объяснения причин заинтересовавшего его явления. Услугам современного исследователя – компьютерные базы данных, сеть интернет, библиотеки, специализированные журналы. Третье. На следующем этапе происходит уточнение гипотезы и определение переменных. Экспериментальная гипотеза должна быть сформулирована в виде высказывания «Если то», помимо независимой, зависимой и промежуточной переменных, должны быть определены и операционализированы внешние переменные, которые могут влиять на зависимую переменную. Четвертое. Исследователь должен выбрать экспериментальный инструмент, который позволял бы ему а. управлять независимой переменной, б. регистрировать зависимую переменную. Пятое. Планирование экспериментального исследования является центральным этапом всей процедуры. Планирование необходимо для обеспечения внешней и внутренней валидности эксперимента. Шестое. Отбор и распределение испытуемых по группам проводится в соответствии с принятым экспериментальным планом. Седьмое. Проведение эксперимента и сбор эмпирических данных является наиболее ответственной частью исследования, требующей не только знаний и навыков, но и способностей к экспериментированию. Восьмое. Выбор методов статистической обработки и ее проведения. Следующий этап исследования. Девятое. Интерпретация результатов и теоретические выводы завершают исследовательский цикл. Итогом экспериментального исследования является подтверждение или опровержение гипотезы о причинной зависимости между переменными, вынесение заключения, диагноз и прогноз. Десятое. Конечным продуктом исследования является научный отчет, рукопись статьи, монография. Инструментарий. Набор специально разработанных исследователем методических документов, которые служат средством выполнения отдельных задач. Инструменты создаются в соответствии с требованиями применяемого метода. Наряду с методическим инструментарием используются различные организационные и технические средства. Интерпретация понятий. Процедура истолкования. Уточнение смысла понятий, составляющих концептуальную схему психологического исследования. Поддерживает научный уровень исследования. Единство смыслового содержания элементов и процедур исследования. Более полное инструментальное использование понятий как теоретических норм анализа процессов. В психологическом исследовании используются три основных вида интерпретации. Теоретическое, эмпирическое и операциональное, с помощью которых обеспечивается связь теоретических положений с реально наблюдаемыми фактами действительности, методами измерения, поиска, регистрации и анализа эмпирических признаков. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Место психологического практикума среди других дисциплин. Второе. Элементы программы психологического исследования. Третье. Организация и проведение психологического исследования. Основные методы получения эмпирических данных. Описание основных подходов к психологическому исследованию. Психолог должен уделять особое внимание подбору методов и конкретных методик в соответствии с целью и задачами изучения процесса становления и развития личности. Иван Петрович Павлов говорил, метод – самая первая основная вещь. От метода, от способа действия зависит вся серьезность исследования. Все дело в хорошем методе. Система методов изучения личности включает психологический анализ документов, наблюдение, экспертную оценку, индивидуальную беседу, анкетирование, личностные опросники, тестирование, личностные и объективные тесты, психологический эксперимент, констатирующий и формирующий, социометрический опрос и другие методы. Эти методы позволяют определить содержание психических свойств личности, выявить факторы, наиболее сильно влияющие на ее становление и развитие, обосновать пути и условия ее эффективного формирования. Можно выделить три основных диагностических подхода к изучению личности, которые охватывают практически все множество имеющихся методик. Первое. Объективный подход. Подход к исследованию, при котором диагностика осуществляется на основе успешности, результативности и способа особенностей выполнения деятельности. Он представлен объективными тестами, психологическим экспериментом и социометрическим опросом. Второе. Субъективный подход. Подход к исследованию, при котором диагностика осуществляется на основе описания особенностей личности, поведения и деятельности в тех или иных ситуациях, а также сведений, сообщаемых испытуемым о себе в различных опросниках и анкетах. Третье. Проективный подход. Подход к исследованию, при котором диагностика осуществляется на основе использования неопределенных, неоднозначных, слабо структурированных стимулов, которые испытуемый должен конструировать, развивать, дополнять, интерпретировать. Внутри каждого из подходов выделяется группа достаточно однородных, близких друг другу методов. Однако между рассматриваемыми подходами нет жестких границ, которые отсутствуют и по отношению к методам психологической диагностики. Так, при наблюдении и экспертной оценке личности применяются сходные способы фиксации данных. В основе исследования личности лежит личностно-социально-деятельностный подход, который позволяет применить в системе все основные принципы психологии. Такой подход ориентирует психолога-исследователя на целостное изучение личности в единстве основных факторов ее становления и развития. Социальной среды, семьи, группы, коллектива, общества, деятельности, игры, учебы, труда, общения, формирования, обучения, воспитания, развития, всесторонней подготовки, общеобразовательной, профессиональной, физической, психологической, ее внутренней активности, самосовершенствования. Общая характеристика L, Q и T данных. С помощью психодиагностических методов данные о становлении и развитии личности накапливаются и анализируются на основе трех принципиально различных источников, групп методов, которые обозначаются как L данные и Q данные в рамках субъективного подхода, а также T данные в рамках объективного подхода. С L данных, от английского life, жизнь, начинается предварительное изучение становления и развития личности. L данные получают путем регистрации и оценки жизненных критерий поведения человека в процессе деятельности, игры, учебы, труда, с помощью методов психологического анализа, документов, наблюдения, индивидуальной беседы и экспертных оценок. Для повышения надежности L данных необходимо учитывать специальные требования к процессу получения экспертных оценок. Первое. Оцениваемые качества личности должны определяться в терминах наблюдаемого поведения. Второе. Эксперты должны иметь возможность наблюдать за поведением достаточно длительное время. Третье. Оценку каждого испытуемого проводят не менее пяти экспертов. Q-данные от английского question, вопрос, получают с помощью методов анкетирования, личностных опросников и тестирования, личностные тесты. Благодаря простоте инструментальных конструкций и легкости получения информации, Q-данные в исследовании свойств личности занимают важное место. Однако в связи с тем, что Q-данные в довольно сильной степени подвержены воздействию познавательных и мотивационных искажений, основной упор в изучении личности необходимо делать на T-данные. T-данные. От английского test. Test. Представляют собой истинно объективный подход к изучению психических явлений, процессов, состояния, образований и свойств, в основном освобожденный от субъективных оценок. Большинство психологов считают это направление исследования наиболее перспективным. Те данные получают в результате объективного измерения поведения, вербального, невербального, социального и индивидуального, без обращения к самооценкам или оценкам экспертов. Они регистрируются с помощью методов тестирования, объективных тестов, психологического эксперимента и социометрического опроса. Для повышения надежности T-данных необходимо учитывать следующие требования. Первое. Ограничить возможность субъективных искажений тестовых оценок с помощью маскировки истинной цели исследования. Второе. Уменьшить субъективные искажения, вносимые в тестовую процедуру самим экспериментатором, с помощью строго формализованных процедур получения тестовых оценок. С этой точки зрения традиционные личностные опросники и проективные тесты не могут считаться надежными, так как личностные опросники удовлетворяют только второму требованию о формализации процедуры получения тестовых оценок, а проективные тесты удовлетворяют только первому требованию о наложении ограничений на возможность испытуемого искажать результаты тестирования. При изучении процесса становления и развития личности необходимо, во-первых, учитывать, как внешне проявляются психические свойства личности, каковы критерии их становления и развития. Во-вторых, подобрать методы психологической диагностики в соответствии с критериями оценки свойств личности. Кроме того, в методическом замысле психологического исследования должны найти отражение все три группы методов, которые позволяют получить L-данные, Q-данные и T-данные. Основные методы психологического исследования Психологический анализ документов Психологический анализ документов – метод систематического анализа документов, направленный на получение информации, значимой для целей психологического исследования. Основное назначение анализа документов – извлечь содержащуюся в документе информацию об изучаемом объекте, зафиксировать ее в виде признаков категории анализа, определить ее надежность, достоверность, значимость для цели исследования, выработать с ее помощью объективные и субъективно-оценочные характеристики и показатели исследуемого психологического явления. Разновидностями метода психологического анализа документов являются биографический метод, метод анализа продуктов деятельности и метод качественно-количественного анализа документов – контент-анализ. Биографический метод имеет большое значение для характеристики психологических особенностей личности. Его сущность заключается в сборе и анализе материалов биографического характера, проливающих свет на психологические особенности испытуемого и условия его развития. Основные источники биографических данных – автобиография, биографическая анкета, переписка и индивидуальная беседа. Метод анализа продуктов деятельности позволяет исследователю получать психологическую информацию об испытуемых, основываясь на анализе их учебной, служебной и общественной деятельности. Например, анализируя сочинения, написанные испытуемыми, психолог может сделать вывод о направленности личности, уровне развития, словарном запасе, образном мышлении. Метод качественно-количественного анализа документов, контент-анализ, заключается в систематизированной фиксации отдельных единиц изучаемого содержания. Контент-анализ – строго формализованный метод анализа текстовой информации. Его процедуры включают выделение в тексте смысловых единиц, категории анализа, установление соотношений различных элементов текста друг с другом, соотношений с общим смыслом, назначением, объемом информации текста. Экспертная оценка Экспертная оценка представляет собой диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получает свое количественное выражение в форме оценок. Суть экспертного оценивания состоит в формализованном выражении объективной информации о поведении и качествах личности в ряде субъективных мнений и оценок. Этот метод может быть широко использован для оценки качеств личности при составлении психологических характеристик. В психологическом исследовании экспертные оценки выступают в качестве внешнего критерия для проверки валидности системы тестов и опросников, при этом данные экспертного оценивания специально не анализируются и не интерпретируются как, собственно, диагностические. Однако метод экспертных оценок имеет самостоятельную диагностическую ценность и может включаться в систему методов изучения личности с учетом его реальных достоинств. Отметим, что экспертные оценки не всегда являются достоверной мерой психологических качеств, так как восприятие эксперта подвержено субъективным искажениям в связи с особенностями его личности. Поскольку различные эксперты будут давать разные оценки, возникает проблема их надежности. Например, субъективная ошибка возникает под влиянием на оценку хорошего или плохого отношения эксперта к оцениваемому человеку. Другим примером ошибок, вносимых в оценку качеств личности, являются инструментальные искажения, причиной которых могут быть различия в способах измерения. Причем искажения наиболее значительны именно при методе экспертных оценок. Индивидуальная беседа является одним из наиболее действенных методов в процессе изучения личности, так как позволяет установить с человеком прямой контакт, получить информацию о его субъективном мире, о мотивах его деятельности и поведения. Так правило, индивидуальная беседа завершает комплексное обследование психологических качеств личности и позволяет получить такую информацию, которую трудно предусмотреть в анкетах и тестах. Основная цель беседы – проверка и уточнение в непосредственном общении с собеседником ряда непонятных для психолога вопросов, возникших в ходе изучения социально-психологических и индивидуально-психологических качеств его личности. Беседа позволяет мысленно моделировать любые нужные психологу ситуации для того, чтобы выявить устойчивость мотивов и других субъективных состояний собеседника. Бесспорно, что о намерениях лучше всего судить по поступкам, а не по словам. Однако субъективные состояния собеседника могут и не найти выражения в его поведении в данных обстоятельствах, но проявляются в иных условиях и ситуациях. Только по совокупности слов и действий собеседника можно судить об устойчивости побуждений и мотивов, которыми он руководствуется. Искусство использования метода беседы состоит в том, чтобы знать, о чем и как спрашивать. При соблюдении социально-психологических требований к общению и надлежащих предосторожностей беседа позволяет получить не менее надежную, чем при наблюдении или психологическом анализе документов, информацию о событиях прошлого, настоящего или планируемого будущего. Анкетирование. Метод анкетирования представляет собой способ получения психологической информации с помощью, составленной в соответствии с определенными правилами анкеты, системы вопросов, каждый из которых логически связан с целью исследования. С помощью анкеты психолог получает эмпирический материал для установления личностных качеств, суждений, интересов, ценностных ориентаций и установок респондентов. Анкета, опросный лист, опросник. Структурно организованный набор вопросов, каждый из которых связан с программными и процедурными задачами психологического исследования. В ходе опроса это основной инструмент сбора информации, фиксируемый в виде устных или письменных ответов респондентов. Объект анкетного опроса – группа или индивид, а предмет опроса – субъективно оценочная информация, выраженная в мнении респондентов и характеризующая их социальное поведение, мотивы, ценностные ориентации, события и факты их жизни. Основное назначение анкетного опроса – получить психологическую информацию о состоянии группового или индивидуального мнения, а также отраженную в сознании опрашиваемых информацию о фактах, событиях, оценках, связанных с их жизнедеятельностью. Эта информация выражается в форме высказываний респондентов относительно зафиксированных эмпирически в виде вопросов исследовательских задач и категорий анализа. Программа проведения опроса включает все основные структурные элементы программы психологического исследования. Особое внимание уделяется определению исследовательских задач, построению категории анализа, их эмпирическому выражению в качестве вопросов респонденту. Тестирование. Тестирование – метод психологической диагностики, в котором используются стандартизированные вопросы, утверждения, картинки, схемы, кинофрагменты, задачи, тесты, имеющие определенную шкалу значений. Тестирование позволяет с известной вероятностью оценить уровень развития у испытуемых, требуемых им для той или иной деятельности личностных качеств. В изучении личности используют различные тесты – объективные и проективные. Объективные тесты отличают то, что они ориентированы на ТИ-данные, основой которых является объективное изучение особенностей поведения испытуемого или его психофизиологических функций и реакций в экспериментальной ситуации без опоры на Q-данные или L-данные. Использование этих тестов предполагает создание ситуаций, в которых могли бы проявиться те или иные свойства личности. В последнее время широкое распространение получили так называемые проективные тесты. Испытуемый всегда преобразует ситуацию, в которой он оказался, насыщает ее собственными проблемами, проецирует на нее содержание своей личности. Процесс проекции особенно стимулируется в неоднозначных положениях, неопределенных ситуациях, когда нет прямых подсказок о том, как воспринимать или как действовать. Здесь-то благодаря процессу проекции и выявляются личностные особенности испытуемого. Психологический эксперимент Психологический эксперимент представляет собой метод изучения психических явлений, процессов, состояний, свойств и образований, в котором подвергается проверке истинность выдвигаемых предположений, гипотез. Это целенаправленный, точно учитывающий условия, строго поставленный опыт, позволяющий не только описывать психические явления, но и объяснять их. Наиболее часто применяются четыре основных вида эксперимента лабораторный, естественный, констатирующий и формирующий. Остановимся на их краткой характеристике. Лабораторный эксперимент проводится в искусственных, специально создаваемых и точно учитываемых условиях, довольно часто в специально оборудованном помещении, при активном использовании различных приборов и другой регистрирующей аппаратуры. Естественный эксперимент отличается тем, что испытуемый, находящийся в обычных для него условиях деятельности, не догадывается о проводивом психологическом исследовании, объектом которого он является. Этот метод сочетает в себе преимущества наблюдения и эксперимента. Констатирующий эксперимент используется для проверки определенных предположений, гипотез и объяснения психических явлений. В экспериментальной ситуации испытуемый воспроизводит ту или иную деятельность, решение нравственных задач, эстетические переживания, запоминание необходимой информации, выбор средств для достижения цели. Формирующий эксперимент одновременно выполняет две функции. С одной стороны, он направлен на изучение психологических особенностей, с другой на реализацию образовательных и развивающих целей на оказание учащимся помощи учебной деятельности. Рекомендуемые темы для обсуждения. 1. Подходы к психологическому исследованию 2. Характеристика L, Q и T данных 3. Методы психологического исследования Общее представление о психометрии Психометрия область психологической диагностики, обосновывающая требования к измерительным методам, процедуры их разработки и применения, статистического анализа методик, адаптации их к новым условиям, интерпретации тестовых данных. 3. Общая психометрия Раздел психометрии направлен на решение задач измерения психологических характеристик стимула, в частности, выявление общепсихологических, присущих всем людям, функциональных зависимостей между свойствами стимулов и субъективными реакциями. Понятие стимул здесь используется в широком смысле и означает любой шкалируемый объект. Например, объективная прибавка веса гирьки, положенной на руку, и порог субъективного ощущения увеличения тяжести. Дифференциальная психометрия Раздел психометрии направлен на анализ качественных и количественных индивидуальных различий по психическим свойствам личности, характеристикам поведения, мотивам, эмоциональным особенностям, когнитивным функциям внимания, память, мышления и так далее. В этой области психометрии числовые значения, ранги, баллы, шкальные оценки и так далее приписываются не стимулам, а индивидам. Общая характеристика измерительных шкал Тип шкалы однозначно определяет совокупность статистических методов, которые могут быть применены для обработки данных измерения. Существуют следующие основные типы измерительных шкал номинальная, шкала наименований, порядковая, интервальная, отношений. Первые две шкалы получили название неметрических, вторые две – метрических. В соответствии с этим в психологии говорят и о двух подходах к психологическим измерениям – метрическом, более строгом, и неметрическом, менее строгом. Рассмотрим особенности каждого типа шкал. Номинальная измерительная шкала Номинальная шкала – измерительная шкала, предназначенная для классификации объектов и их признаков. Номинальная шкала – шкала наименований – строится на единственном отношении, отношении эквивалентности. Деление на шкале характеризует критерии, на основании которых производится классификация. Способность человека оценить любой стимул по заданному критерию, как принадлежащий данному классу или нет, настолько очевидна, что возможность построения номинальной шкалы для реакции различного уровня сложности обычно не вызывает возражений. Шкала наименований, номинальная шкала, получается путем присвоения имен объектам. При этом нужно разделить множество объектов на непересекающиеся подмножества. Объекты сравниваются друг с другом и определяется их эквивалентность, неэквивалентность. В результате процедуры образуется совокупность классов эквивалентности. Объекты, принадлежащие одному классу, эквивалентны друг другу и отличны от объектов, относящихся к другим классам. Эквивалентным объектам, субъектам, присваиваются одинаковые имена. Например, холерики, сангвиники, меланхолики, флегматики. Исследователь, пользующийся номинальной шкалой, шкалой наименований, может применять следующие виды статистики. Относительную частоту, моду, корреляцию случайных событий, критерий х в квадрате. Порядковая измерительная шкала Порядковая шкала измерительная шкала предназначена для сравнения интенсивности проявления признака по возрастанию и убыванию. Шкала порядка строится на основании сразу двух отношений эквивалентности и порядка. Естественно, что далеко не все объекты субъективно можно подчинить отношению порядка. Например, сразу очень трудно сказать, что больше, круг или треугольник. Однако, если выделить в этих объектах такое свойство, как площадь, то установить порядковое отношение для этих объектов уже значительно легче. Такие упорядочивания объектов по их отдельным свойствам широко используются при составлении различных оценочных шкал. Построение шкалы порядка процедура более сложная, чем создание шкалы наименований. На шкале порядка объект может находиться между двумя другими, причем если А больше Б, Б больше С, то А больше С. Классы эквивалентности, выделенные при помощи шкалы наименований, могут быть упорядочены по некоторому основанию. Различают шкалу строгого порядка, строгая упорядоченность, и шкалу слабого порядка, слабая упорядоченность. В первом случае на элементах множества реализуются отношения не больше и меньше, а во втором не больше или равно, или меньше или равно. Порядковая шкала позволяет ввести линейную упорядоченность объектов на некоторой оси признака. Тем самым вводится важнейшее понятие линейное свойство, тогда как шкала наименований использует другой вариант понятия свойства, точечное свойство. Свойства есть, свойства нет. Для интерпретации данных, полученных посредством порядковой шкалы, можно использовать более широкий спектр статистических мер в дополнение к тем, которые допустимы для шкалы наименований. В качестве характеристики центральной тенденции можно использовать медиану, а в качестве характеристики разброса процентили. Для установления связи двух измерений допустима порядковая корреляция t-кэндела и p-спирмена. Однако числовые значения порядковой шкалы нельзя складывать, вычитать, делить и умножать. Интервальная измерительная шкала Интервальная шкала Измерительная шкала предназначена для анализа интенсивности свойств объектов, выраженных величинами, разбитыми на равные интервалы. Шкала интервалов требует дополнительной возможности устанавливать равенство попарных различий между двумя парами стимулов, иначе говоря, определять равенство субъективных интервалов. Шкала интервалов является первой метрической шкалой. Собственно, начиная с нее, можно говорить об измерениях в узком смысле этого слова, о введении меры на множестве объектов. Эта шкала определяет величину различий между объектами в проявлении свойства. С помощью шкалы интервалов можно сравнивать два объекта. При этом выясняют, насколько более или менее выражено определенное свойство у одного объекта, чем у другого. Шкала интервалов очень часто используется исследователями. Классическим примером применения этой шкалы в физике является измерение температуры по Цельсию. Шкала интервалов имеет масштабную единицу, но положение нуля на ней произвольно, поэтому нет смысла говорить, во сколько раз больше или меньше утренняя температура воздуха, измеренная шкалой Цельсия, чем дневная. Интервальная шкала позволяет применять практически всю параметрическую статистику для анализа данных. Помимо медианы и моды, для характеристики центральной тенденции используется средняя арифметическая, а для оценки разброса – дисперсия. Можно вычислять коэффициенты ассимметрии и эксцесса и другие параметры распределения. Для оценки величины статистической связи между переменными применяется коэффициент линейной корреляции Пирсона. Мы имеем право изменять масштаб интервальной шкалы, умножая каждое значение на константу и производить ее сдвиг относительно произвольно выбранной точки на любое расстояние вправо или влево, прибавлять или отнимать константу. Измерительная шкала отношений. Шкала отношений – измерительная шкала, предназначенная для отражения отношений пропорции. Шкала отношений получается, когда кроме уже перечисленных операций, эквивалентности, порядка и сравнения разности, нужно осуществить для объектов сравнение попарных отношений. Это обусловлено возможностью оценивать абсолютное значение величины реакции и требует наличия на шкале нулевой точки, как на шкале температур Кельвина. В психологии шкалы отношений применяются в целях оценки компетентности, измерения времени реакции и выполнения тестового задания. Действительно, вполне можно представить уровень нулевой осведомленности испытуемого в какой-то области знания, например, знания эскимосского языка, или же нулевой уровень владения каким-либо навыком. Введя единую шкалу трудностей, задачи, способностей испытуемого, можно измерить, во сколько раз одна задача труднее другой, или же один испытуемый компетентнее другого. Значение шкалы можно умножать на константу. К ним применимы любые статистические меры. Представление о многомерном статистическом анализе. Латентный анализ. Самокупность аналитика статистических процедур выявления скрытых переменных признаков, а также внутренней структуры связи между ними. Специальными методами латентного анализа являются многомерное шкалирование, факторный анализ, дисперсионный анализ, регрессионный анализ, и другие виды многомерного статистического анализа, осуществление которых содействует выявлению скрытых переменных, характеристик внутренней структуры исследуемых объектов. Многомерное шкалирование. Задача построения сложных субъективных шкал и их последующей связи со шкалами физических свойств стимуляции породили целый ряд методов многомерного статистического анализа, одним из которых является многомерное шкалирование. Субъективное шкалирование сложных стимулов порождает много проблем. Даже в случае, когда для сложного стимула известны физические параметры, с которыми связано изменение субъективных оценок, совсем не так просто установить однозначную связь между стимулом и реакцией. Например, восприятие цветов традиционно определяется такими субъективными характеристиками, как цветовой тон, насыщенность и яркость. Известны и определяющие их физические параметры длина волны светового излучения, спектральный состав излучения, частота и его интенсивность. Казалось бы, достаточно иметь три одномерные функции типа R, равно F от S, где R – ощущение, F – функция, S – стимул, чтобы описать ощущение такого сложного стимула, как цвет. Но все оказывается значительно сложнее, поскольку простой набор одномерных психофизических функций не гарантирует описание субъективного изменения многомерного стимула. Выделяемые с помощью метода многомерного шкалирования субъективные шкалы могут быть интегральными, то есть отражающими объективно-раздельные характеристики, которые субъективно не дифференцируемы и отдельными, где психологической переменной соответствует однозначно объективируемое свойство. Факторный анализ Факторный анализ – комплекс аналитических методов, позволяющих выявить скрытые латентные признаки, а также причины их возникновения и внутренние закономерности их взаимосвязи. Факторный анализ направлен на преобразование исходного набора признаков в более простую и содержательную форму. Центральная задача метода факторного анализа – переход от совокупности непосредственно измеряемых признаков изучаемого явления к комплексным обобщенным факторам, за которыми стоят комбинации исходных признаков, выделяемые на основе внутренних закономерностей, отражающих структуру исследуемой области явления. Одной из наглядных моделей факторного анализа может служить схема. Области признаков психологических особенностей, свойств, способностей и т.д., измеряемых тестами А, Б, С, представлены в виде прямоугольника. В зоне первой находятся общие признаки для тестов А и Б. В зоне второй – признаки, влияющие на успешность выполнения тестов В и С. В зоне третьей – признаки, влияющие на успешность выполнения тестов А и С. В зоне четвертой присутствуют признаки, объединенные общим для совокупности трех тестов фактором. Относительная площадь зон иллюстрирует факторный вес. Меру проявления выявлены латентные переменные в результатах того или иного теста. В настоящее время методы факторного анализа составляют специальную область в математической статистике. В психологической диагностике факторный анализ широко используется как для решения исследовательских задач, так и при конструировании психодиагностических методик. Дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ – аналитико-статистический метод изучения влияния отдельных переменных на изменчивость изучаемого признака. Метод дисперсионного анализа основан на разложении общей дисперсии на составляющие компоненты, сравнивая которые, можно определить долю общей вариации изучаемого признака, обусловленную действием на него как регулируемых, так и неучтенных в опыте факторов. При осуществлении дисперсионного анализа результаты наблюдений группируются с учетом градаций каждого учитываемого фактора возраста, уровня, образования, отдельных психологических особенностей и т.д. Если учитываемый фактор оказывает влияние на признак, средние результирующего признака изменяются в соответствии с градациями фактора. Внутри каждой такой группы обнаруживается своя дисперсия, связанная с действием других факторов. Дисперсионный анализ позволяет учитывать не только совместное действие регулируемых факторов, но и влияние каждого из них в отдельности или в разных комбинациях на результирующий признак. Действие неучтенных факторов оценивается не дифференцированно, а суммарно. Дисперсионный анализ допускает статистическое исследование признаков, выраженных не только в абсолютных количественных единицах, но и в относительных или условных баллах и индексах. Регрессионный анализ. Регрессионный анализ – область статистического анализа, изучающая зависимость изменений среднего значения переменной от одного или группы факторов. Регрессионный анализ применим только по отношению к количественно выраженным переменным, измеряемым в интервальных шкалах. Основными процедурами регрессионного анализа являются построение линий решения уравнений регрессии. Под линией регрессии понимается линия, соединяющая точки со средним значением признаков факторов, то есть тех признаков, влияние которых напеременную изучается. Построенные таким образом линии в общем виде определяют взаимодействие изучаемого показателя и одного или группы из объясняющих факторов позволяют дать предварительную оценку воздействия фактора на результирующих признаков. Уравнение парной регрессии, описывающее воздействие одного фактора на результирующий признак, строится следующим образом. y равно a плюс bx, где y – результирующий признак, а – свободный член уравнения, выражающий действие на признак y большого факторов, не учитываемых в данном случае, b – коэффициент регрессии, x – учитываемый признак, фактор. С точки зрения аналитической геометрии, b – угловой коэффициент, определяющий наклон линии регрессии по отношению к осям y и x. В аспекте регрессионного анализа этот параметр показывает, насколько в среднем речена признака y изменяется при соответствующем изменении признака x. при оценке зависимости результирующего признака от нескольких факторов строится уравнение множественной регрессии. Интерпретация коэффициентов регрессии аналогична случаю парной регрессии. Основы подбора и адаптации психологических методик. Основной задачей при решении вопроса о применении новой методики в целях психодиагностики является статистическая работа по адаптации теста на новую популяцию, если она существенно отличается от выборки в стандартизации полувозрастными или профессионально-культурными особенностями. При адаптации зарубежных тестов требуется серьезная эмпирическая работа по проверке их надежности и валидности в новых социально-культурных условиях. Адаптация зарубежной методики на отечественной выборке включает следующие этапы эмпирико-статистической работы. Первое. Проведение анализа внутренней валидности, внутренней согласованности пунктов, из которых состоит тест, с общим результатом по тесту. Анализ внутренней согласованности позволяет осуществить необходимую проверку информативности пунктов теста. Процент правильных ответов и трудностей заданий должны соответствовать оригинальной авторской версии. Второе. Проверка надежности методом ретеста. Без сведений о ретестовой надежности тест не может быть использован для построения психологического прогноза. Третье. Проведение анализа корреляций с внешними критериями, совпадающими с авторскими критериями. Четвертое. Проверка тестовых норм распределения баллов. Пятое. Проверка воспроизводимости структуры связи между шкалами и факторами. Адаптация любого теста должна начинаться с глубокой теоретической и методической проработки вопроса о применении теста к отечественной популяции. Необходимо прежде всего проверить гомогенность шкал и заданий теста, то есть выяснить, все ли задачи теста устойчиво измеряют одну и ту же характеристику личности. Подлежит проверке степень информативности задачи вопросов в каждой шкале и характер связи между шкалами и вопросами. Каждый психологический признак как результат измерения может быть охарактеризован по параметрам точности, правильности, сходности и воспроизводимости измерения. Точность измерения – качество, отражающее близость результата к истинному значению измеряемой величины. правильность измерения – качество, отражающее близость к нулю систематических погрешностей результатов. Сходность измерения – качество, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполненных в одинаковых условиях. Воспроизводимость измерения, качество, отражающее близость друг к другу, результатов измерений, выполненных в разных условиях. Для эффективного применения методов психологической диагностики требуется соблюдение психометрических норм адаптации тестов. Особенно это актуально при проведении ускоренных массовых обследований, где требуется применение стандартизированных измерительных инструментов. В этом случае нельзя использовать методики, про которые неизвестно, какого рода психометрической адаптации они подвергались. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первая – характеристика основных измерительных шкал. Вторая – виды многомерного статистического анализа. Третья – процедура адаптации психологических методик. Основные способы обработки и представления данных. Представление о способах обработки данных. Программа обработки эмпирических данных является составной частью программы психологического исследования. Ее основные задачи – определение вида и состава необходимой информации, определение способов и средств ее регистрации, измерения, обработки и преобразования, обеспечение надежности данных, определение форм интерпретации, обобщение данных, установление способов практического применения результатов исследования. Данные, информация, относящиеся к предмету исследования, направленные на решение его задач. На различных этапах исследования данные обрабатываются и обобщаются. Обработка данных, преобразование эмпирических данных в вид, необходимы для решения исследовательских задач. Анализ данных – основной вид обработки эмпирических данных психологического исследования, направленный на выявление устойчивых, существенных свойств тенденции изучаемого объекта. Анализ данных включает выделение и расчет показателей, обоснований и доказательства гипотез, построения выводов исследования. Этот анализ является неотъемлемым компонентом всех этапов психологического исследования, на его основе поддерживается логическая стройность, последовательность, обоснованность всех процедур исследования. Он строится на основе теоретических и методических принципов, логических и математико-статистических методов, других научных положений, относящихся к изучаемым психологическим явлениям и процессам. Этапы анализа данных – комплекс процедур, составляющих стадии преобразования данных. В качестве основных выделяются этап подготовки к сбору и анализу информации, оперативный этап первичной обработки данных, проверки надежности информации, формирования описательных данных, их интерпретации, результирующий этап обобщения данных, анализа и реализации прикладной функции. Основное назначение анализа данных – зафиксировать информацию об изучаемом объекте в виде признаков, определить ее надежность, выработать объективные и субъективно-оценочные характеристики и показатели исследуемого процесса, обосновать и проверить гипотезы, обобщить результаты исследования, установить направления и формы их практического применения. Основные требования к анализу данных – руководящая роль теоретических требований, методологических принципов, концептуальная взаимосвязь всех этапов анализа с программой исследования, обеспечение полноты надежности информации и процедур проверки достоверности результатов исследования, систематизация, сжатие и более полное выражение информации за счет использования логических, математико-статистических и информационных методов, их эффективных процедур, современных технических средств, повышение уровня обоснованности информации на каждом следующем этапе исследования, всемерное использование компетенции специалистов, развитие творческой инициативы исполнителей. В процессе обработки данных психологического исследования решаются следующие задачи. Обработка и содержательный анализ анкет и тестов, первичный анализ полученных данных, вторичный анализ данных, качественный анализ результатов исследования, формулирование выводов, разработка предложений и рекомендаций. В процессе обработки исследовательские данные преобразовываются и обобщаются в соответствии с законом больших чисел. Это означает, что исходная индивидуальная информация, полученная от отдельных испытуемых, преобразуется в совокупную или обобщенную, а затем подвергается количественному и качественному анализу. Таким путем психолог-исследователь приходит к итоговым выводам, предложениям и рекомендациям. Обобщение и представление результатов исследования. В психологии используются многие заимствованные из статистики формы и приемы преобразования и представления данных. Это можно объяснить статистическим и вероятностным характером психологической информации, которая отличается от статистической, главным образом, способом ее образования и методами получения. Табличная форма анализа и представления данных. Самая распространенная в психологии форма анализа данных – табличная. Таблица – отображение данных в виде рядов распределений с поясняющим текстом, заголовками. Перечневая таблица составляется на основе ряда распределений по одному признаку. Таблица – комбинационная таблица, таблица, отображающая ряды распределений по двум и более признакам. При оформлении таблицы исследователь должен соблюдать следующие методические рекомендации. Первое. В заголовке кратко отражается основное содержание таблицы. Второе. Общие для всех показателей выражения выносятся во внутренние заголовки столбцов или строк. Третье. Повторяющиеся или громоздкие выражения заменяются условными обозначениями. Рекомендуется использовать общепринятые сокращения. Четвертое. Многозначные абсолютные показатели округляются, однотипные данные приводятся к одинаковой степени точности. Пятое. Таблица должна быть замкнутой, то есть иметь итоговые или средние показатели. Шестое. Для выделения промежуточных итогов или важных показателей в таблице выделяются соответствующие строки или столбцы, подчеркиванием, шрифтом, цветом и т.д. Седьмое. При заполнении таблицы можно пользоваться некоторыми специальными обозначениями. А. Отсутствие данных в прочерк. Б. Нулевое значение показателя. В. Обращение к примечаниям в отведенной для этого графе таблицы. Табличная форма представления данных особенно часто применяется в ходе сравнительного анализа количественных показателей. В психологических исследованиях сравнение количественных показателей обязательно дополняется качественным, содержательным объяснением. Более того, в отличие от сравнения в статистике, где изучаемые числовые показатели относительно самостоятельно и автономны, в психологических исследованиях числовые показатели имеют более выраженную качественную определенность на всех этапах исследования. Графическая форма анализа и представления данных. График. Графическое отображение данных, с помощью которого осуществляется анализ свойств структуры типа распределения. Виды графиков. Диаграммы. Гистограммы. Полигоны. Кумуляты. Графическая форма анализа данных применяется для более наглядного представления полученных соотношений, для сравнения двух и более числовых рядов, а также для отображения динамики изучаемых процессов. График всегда строится на основании числовых данных, содержащихся в таблице. Поэтому он только наглядно отображает зависимость, представленную в табличной форме. Понятно, что в любой таблице имеется определенное количество строк. Числа из этих строк отображаются на графике в виде ординат вдоль некоторой координатной оси. Полученные ординаты соединяются между собой одним из двух способов. В одном случае они соединяются в непрерывной ломаной линии. Такой график называется полигоном распределения. В другом случае график строится из прямоугольников, высоты которых пропорционально ординатам. Такой график называется гистограммой распределения. Полигон распределения имеет широкое распространение при графическом отображении результатов психологических исследований, представленных в виде дискретных рядов. Его основная особенность – непрерывность линии, что должно ассоциироваться с непрерывностью отображаемого им процесса. Этому требованию отвечают все измерительные шкалы, кроме номинальной, так как любые значения таких шкал упорядочены относительно друг друга. При использовании номинальной измерительной шкалы, шкалы наименований, значения которой относительно автономны, непрерывные линии не совсем удачны для отображения дискретных явлений. В таком случае удобнее использовать гистограмму с ее возможностью резкого обособления отдельных значений измерительной шкалы. Применение гистограммы особенно наглядно, если имеется необходимость подчеркнуть разницу между соседними ординатами. Представление о квазиэкспериментальных планах. Квазиэксперимент – эксперимент с ограниченными формами контроля условий независимой переменной. Планирование эксперимента – организация его проведения в соответствии с определенной схемой варьирования условий независимой переменной. Наука, как и другие процессы познания, связана с выдвижением теорий, гипотез, моделей и т.д. и с принятием или отклонением их на основе некоторых внешних критериев. Экспериментирование принадлежит к этой второй фазе, к фазе прореживания, отклонения, редактирования. Мы можем предположить существование своего рода экологии науки, в которой число потенциально позитивных гипотез значительно превышает число гипотез, которые, пройдя проверку, окажутся в дальнейшем совместимыми с нашими наблюдениями. Задача сбора данных для испытания теории – это преимущественно задача отбрасывания несостоятельных гипотез. Для решения этой задачи полезен любой способ организации наблюдений, определенные результаты которых опровергают теорию, в том числе квазиэксперименты, обладающие меньшей эффективностью, чем истинные эксперименты. Конкурентные гипотезы остаются правдоподобными, пока мы склонны приписывать им статус эмпирических законов. Если какой-либо параметр не контролируется в квазиэксперименте, необходимо при интерпретации результатов тщательно выяснить вероятность его объяснения за счет неконтролируемых факторов. Чем невероятнее такое объяснение, тем валиднее эксперимент. Валидность эксперимента сводится к относительной вероятности конкурирующих теорий, теории, объясняющих эффект фактором Х и теории, предписывающих эффект действию неконтролируемых факторов. Если некоторые различия могут быть полностью объяснены единственной гипотезой о том, что эффект вызван именно Х, в то время как для каждого наблюдаемого отклонения нужно каждый раз строить новые предположения о действии неконтролируемых факторов, то эффект фактора Х становится наиболее убедительным. В социальных науках и полевых исследованиях планы эксперимента, включающие контрольные группы, заняли столь господствующее положение, что сделались для многих синонимом эксперимента вообще. В результате возникла опасность того, что ряд научных работников откажутся от процедур, сходных с экспериментированием, если нельзя будет сформировать контрольные группы, и в итоге исследование проиграет в точности больше, чем было бы необходимо. Существует несколько разновидностей квазиэкспериментальных планов, применяемых при обследовании отдельных групп, и этими планами с успехом можно пользоваться, сохраняя логику экспериментального подхода и возможность интерпретации результатов во многих случаях, когда обращение к контрольной группе невозможно. Исследователь может проводить эксперимент при участии одного испытуемого. В этом случае он применяет какой-либо из планов исследования для одного испытуемого. Если исследователь работает с группой, то он может выбрать ряд планов с использованием экспериментальной и контрольных групп. Простейшими являются планы для двух групп, экспериментальная и контрольная. Если необходим более усложненный контроль, применяются планы для нескольких групп. Другой вариант, часто используемый в психологии, факторные планы. Они используются, если требуется выявить влияние двух и более независимых переменных на одну зависимую. При этом независимые переменные могут иметь несколько уровней интенсивности. Простейшие факторные планы типа дважды два или дважды два на два предполагают использование двух и, соответственно, трех независимых переменных с двумя уровнями градации. Теория корреляционного исследования, основанная на представлениях о мерах корреляционной связи, разработана английским математиком Карлом Пирсоном и подробно излагается в учебниках по математической статистике. Здесь рассматриваются лишь методические аспекты корреляционного психологического исследования. Стратегия проведения корреляционного исследования сходна с квазиэкспериментом. Отличие от квазиэксперимента лишь в том, что управляемое воздействие на объект отсутствует. План корреляционного исследования несложен. Исследователь выдвигает гипотезу о наличии статистической связи между несколькими психическими свойствами индивида или между определенными внешними признаками поведения и психическими состояниями. При этом предположения о причине зависимости не обсуждаются. Корреляционным называется исследование, проводимое для подтверждения или опровержения гипотезы о статистической связи между несколькими, двумя и более переменными. В психологии переменными могут выступать психические процессы, состояния, образования и свойства. Корреляция в прямом переводе означает соотношение. Если изменение одной переменной сопровождается изменением другой, то можно говорить о корреляции этих переменных. Наличие корреляции двух переменных ничего не говорит о причинно-следственных зависимостях между ними, но дает возможность выдвинуть такую гипотезу. Отсутствие же корреляции позволяет отвергнуть гипотезу о причинно-следственной связи переменных. Различают несколько интерпретаций наличия корреляционной связи между двумя измерениями. Первое. Прямая корреляционная связь. Уровень одной переменной непосредственно соответствует уровню другой. Примером является закон Хика. Скорость переработки информации пропорциональна логарифму от числа альтернатив. Другой пример. Корреляция высокой личностной пластичности и склонности к смене социальных установок. Второе. Корреляция обусловленная третьей переменной. Две переменные А, С связаны одна с другой через третью, Б, не измеренную в ходе исследования. По правилу транзитивности, если есть РАБ и РБЦ, то РАЦ. Например, скорость опознания изображения при быстром предъявлении и словарный запас испытуемых положительно коррелируют. Скрытой переменной, обусловливающей эту корреляцию, является общий интеллект. Третье. Корреляция, обусловленная неоднородностью выборки. Представим себе, что выборка, которую мы будем обследовать, состоит из двух однородных групп. Например, мы хотим выяснить, связана ли принадлежность к полу с уровнем экстраверсии. Считаем, что измерение пола трудности не вызовет. Экстраверсию же измеряем с помощью опросника Айзенка. У нас две группы. Мужчины математики и женщины журналистки. Неудивительно, если мы получим линейную зависимость между полом и уровнем экстраверсии. Интроверсии. Большинство мужчин будут интровертами, большинство женщин – экстравертами. Четвертое. Случайная корреляция, не обусловленная никакой переменной. Примером подобной корреляции является установленный психологами США факт связи уровня интеллекта с уровнем доходов. Если бы такое исследование проводилось в сегодняшней России, то результаты были бы иными. Очевидно, все дело в структуре общества. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Основные способы обработки и представления данных. Второе. Квазиэкспериментальные планы. Третье. Корреляционные исследования. Первое. Продолжение следует...